От гранаты до ракеты. Диапазон продукции завода «Металлист» за 72 года претерпел большие изменения. Одно из основных предприятий страны, выпускающих продукцию для оборонной космической промышленности, не стоит на месте и сегодня. Уже здесь в моей банке. И в каждом предприятии, оно пытается сравнивать, чтобы забереться, не пропускать, к сожалению, каких-то соперников. Это наша задача сделать и наоборот, и наоборот, и наоборот, и наоборот, и наоборот, и наоборот. Технологическое переоснащение завода требует усиления кадрового состава. К работе привлекаются молодые специалисты. Антон Терлюк, мастер третьего цеха, отработал на заводе уже 8 лет и стал одним из тех, кого приняли на торжественном мероприятии в ряды Союза машиностроителей России. По моим наблюдениям, молодежь уже приходит с патриотическим настроем работать на оборонном заводе. Мы принимаем эстафету у старшего поколения. Работая здесь, мы вносим свой вклад в развитие оборонной способности страны. Металист славится своими традициями. Одна из них – преемственность поколений. От ветеранов – молодежи, от отца – сыну. На заводе трудятся немало династий. Поздравить заводчан с днём рождения пришли их дети и внуки. Чтобы премии на два не привезли, и здоровые ветераны помогут свою. Чётко и слаженно завод работает во многом благодаря директору завода Сергею Анищуку. Ему присвоен почётный знак «Заслуженный ветеран Подмосковья». Грамоты и благодарственные письма лучшим специалистам завода вручил начальник управления по персоналу акционерного общества высокоточной комплексы Анатолий Бамзуров. Елена Киселёва, Александр Поваляев, Ольга Волкова. Общественное телевидение «Серпухов». Ани работали и славили за Бог, Друг Дом, О, помогал за счет, Здраво, Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова